О погоде на завтра Евгения Неронская. На юге Дальнего Востока уже который день дождливо. Циклоны гостят здесь постоянно и запасы влаги у них не заканчиваются. Тучи плавно перетекают на острова, теперь и на Сахалине, и южных Курилах дожди. Но будет по-прежнему довольно тепло. 22-27. Фронтальный раздел дотянутся до Камчатки, но в Петропавловске только плюс 15. При этом в континентальных районах температура даже превышает климатическую норму. Но не намного. Максимум градуса на 4. От Владивостока до Благовещенска 25-27. Но на юге Приморья велика вероятность дождей с грозами, которые слегка собьют температуру. Монгольский циклон продолжает донимать грозовыми дождями южные районы Бурятии и Забайкалья. На юге Восточной Сибири погода похожая. Температура пока балансирует на отметке в плюс 25. Но интенсивность дождей здесь увеличивается. Красноярские ливни с грозами, порывистым ветром и вскоре станет свежее. Тем более на Урале уже кружит новый волновой циклон. Из-за которого снова в прогноз возвращаются грозовые ливни, шквалистый ветер. Ждем дальнейшего понижения температуры. В Екатеринбурге уже не выше 17. В Оренбурге небольшие дожди и пока до 30. В центре европейской территории наоборот усиливается антициклон. Область высокого давления оттеснила фронт на восток. Грозы еще прогремят в Казани, в Чебоксарах. И пока прохладно. Днем около 22. А в центре, в Черноземье и на юге по Волжье уже без осадков и прежние 27-30. На юге короткие ливни с грозами. Но температура пока без изменений. 33-38. На побережье чуть-чуть скромнее. На северо-западе тоже пока не исключены короткие дожди. В основном они пройдут в Псковской, Новгородской областях. Но в Петербурге уже без существенных осадков. И воздух днем прогреется до плюс 25. В Москве дожди с грозами. И днем всего 21-23. А у меня к этому часу все.